МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алан-Хосуты, когда поют Алан-Хо, они говорят так. Есть ли человек, который мне будет говорить «но», тогда я приду Алан-Хо. Это очень хороший возраст для вас, Наталья Ростиславовна, и для артистов, которые вы привезли, во всем мире не так уж много людей, которые слышат, видят друг друга больше, чем мы видим, больше, чем мы слышим. Наталья Ростиславовна, я читал вашу книгу, и первая встреча, которая у нас произошла, это когда на шедевре Юнецкого привезли театр «Путье там», потом в институте, артистском институте вступали, рассказывали, и я понял, что вы человек особенный, человек такой, который, якуты говорят так, «коксюнхарагнанкаре» – глазами спины видит. Встреча наша называется «Встреча через тысячелетия». Алан-Хо – это тысяча лет тому назад, говорят, создан, а театр «Кутье там» тоже тысяча лет тому назад, больше, вот, имени главы. Приветствую вас здесь, с вашими артистами, в театр «Ланхо» своим возрастом встречаем вас. Центр «Т Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так вот, она может жестами объясняться, она может что-то ей сказать, наверное, но для нее совершенно невозможно, чтобы ее кто-то увидел в момент, когда она гримируется, или вот так вот начать спокойно общаться с окружающим миром. Наносится очень сложный грим. В момент, когда она накладывает грим, она сидит перед свечой, перед лампадой. Лампада зажигается от главной лампады храма, и она символически, понимаете, да, как бы гримируется перед главным божеством храма. При этом очень любопытная иерархия. Зрительный зал, так же, как и у нас, ниже. Сцена высокая, а комната для гримирования где-то посередине. Она ниже сцены, но выше зрительного зала. Понимаете, да, иерархию уровней, то есть она вот где-то в этом промежуточном мире, промежуточном пространстве. Должна вам сказать, что идея трех миров, идея триады, она чрезвычайно важна для индийской культуры, и это древнейшая ведийская традиция, которой, ну, как минимум, пять с половиной тысяч лет. Они верили, что мир состоит из трех миров, и поэтому очень много символических предметов. В частности, символическая вертикаль, куда повязывалась ткань трех цветов, она вот играла, она отражала эту триаду. Представление определяется и направляется музыкой. То есть каждый жест, который совершает, каждое движение, которое делает актриса, оно очень точно соотносится с музыкой. При этом представьте себе, это не заученная партия. То есть как мы привыкли, мы взяли, выучили, у нас есть музыкальное сопровождение, у нас есть партия, которую исполняет актриса. И каждый раз, или актер, и каждый раз это один и тот же спектакль. И вообще это большое достоинство, чтобы спектакль был одним и тем же. У нас есть, да, такое представление о стандартном качестве. Ну, действительно, обидно, когда покупаешь какие-то конфеты, а вкус у них совсем другой. Но вот для искусства это не совсем выполняется, это совсем другое правило. И поэтому каждый спектакль актрисы и каждая игра барабанов – это импровизация в чистом виде. То есть она не повторяется, она не записывается, она рождается на ваших глазах. И поэтому любой сюжет может разыгрываться от полутора часов до полутора месяцев. Понимаете, да? Вот как это происходит. Например, история, которую вчера показывали, историю встречи Сита и Ханумана, история из эпоса Ромаэна. Сама по себе история звучит так. Ромаэ и Сита поженились, были счастливы, но появился демон, который украл Ситу. Рама собирает войска для того, чтобы ее отбить назад. Она томится на острове Ланка, но никто не знает ни где она, ни что она. Равана, который сам по себе красивый мужчина, пытается ее соблазнить, приходит к ней в сад, потому что во дворце она отказалась жить. Предлагает ей разнообразные украшения, блага и так далее, она отказывается. И в этот момент появляется божественная обезьяна, которую называют Хануман. Он министр царя обезьян Сугримы. Он появляется и приносит ей весточку от Рамы. И для того, чтобы Сита поверила, что это не еще один оборотень, а все-таки посланник Рамы, он ей дает кольцо и пересказывает ту историю, которую знает только Сита и Рама. И она отдает ему камень и тоже пересказывает историю, которую знают только двое супругов. Так вот, в этих пересказанных историях, например, она обращается в процессе спектакля к Травинке. И говорит, о, Травинка, почему же ты спряталась, когда меня похищали? Почему ты не выросла лесом? Почему ты не появилась? Почему ты не помогла мне? И для этого короткого спектакля, это вот такая реплика только одна. Но для более длинного спектакля их может быть десять. Актриса может обратиться к цветку. А ты цветок. Ты-то почему не открыл свои лепестки и не дал мне возможности увидеть, что передо мной не аскет, а демон? А ты вода, которая шумит там и так далее, и так далее, и так далее. И одна сцена вдруг раздвинется до полутора часов. Понятно, да, как это бывает? То есть можно изобразить голый сюжет, и это будет вполне полноценное зрелище. А можно разнообразить его вот такими вот обогащающими действиями, мизансценами, впечатлениями. Да, вот, например, опять-таки, Сита, для того, чтобы Рама поверила, рассказывает ужасную историю, как Рама однажды заснула у нее на коленях и мирно спала, нагладила его, наслаждалась, да, смотря, как муж отдыхает. И вдруг прилетел ворон и стал клевать ее в грудь и причинять ей страшную боль. Но она не двинулась для того, чтобы не потревожить Раму. А когда Рама проснулся, он увидел, что ее грудь вся истерзана этой злой, злобной птицей. Он спросил, что же это такое. Тогда, так сказать, когда она рассказала, он взял травинку, бросил и поразил. Да, опухая, острая, как бритва, трава, и поразил глаз этого самого ворона. А таких историй, опять-таки, могло бы быть шесть или семь. И тогда это, да, был бы очень длинный спектакль. Наши музыканты готовы. Это традиционный оркестр. На самом деле это храмовый оркестр. Вот то, что слева от барабанов инструмент называется идака. Это очень интересный инструмент. Он покрыт кожей из желудка коровы. Это тончайшая кожа, реагирующая на любое прикосновение. И он используется в ритуалах, храмовых ритуалах тут же. Без вот такого инструмента проводить храмовые ритуалы тут же, индийские ритуалы, ритуалы индуистского и буддийского культа невозможно. А играет он замечательно. Вот там вот 64 шарика, потому что число 64 считается священным. Они работают как резонаторы. А играет он следующим образом. Видите, вот там переплетенные веревки. Когда он натягивает эти веревки, звук барабана меняется. А когда отпускает, становится другим. Вот эта градация звука достигается только за счет натяжения веревок. Вот это движение его правой, левой руки. То есть правой рукой он делает одно и то же движение. А левый он нажимает на эти веревки, грубо говоря, сдвигает барабан. Вниз и достигает совершенно другого звука. Понимаете, да? Это очень сложный, очень древний инструмент в форме песочных часов. Упоминается еще в ведах. Два барабана. Храмовые барабаны. При касации никто не имеет права. Считается, что первый звук пробуждает звук вселенной. Вы сейчас увидите, как они будут это делать. Когда-то их делали из глины, сейчас их делают из бронзы. И вот эта натянутая кожа на барабанах очень быстро изнашивается. Это вообще все живое. То есть как бы вот буквально несколько концертов, и все надо менять. Это всегда огромная работа. И только два основных звука есть у этих барабанов. Но сейчас они исполнят вам музыкальную интермедиу. И вы увидите, насколько богатым может быть вот это звучание барабанов. Значит, помимо барабанов, для того, чтобы исполнять кутятам, обязательно нужны цимбалы. Вот они, маленькие музыкальные инструменты, маленькие тарелочки. И певица, которая аккомпанирует актрисе, которая в процессе спектакля, в которой есть суть пантомима. То есть актриса, сама актриса никаких слов не произносит. В процессе спектакля несколько так называемых шлок или санскритских густишей будет произносить только вот певица, которая всегда сидит справа от актрисы на полу и аккомпанирует ей на цимбал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, не меньшую роль в театеме играет и слово, слово, которое, как я уже говорила, исполняется в разных тональностях, да, вот это пение, это не речитатив такой, в лучшем случае, или пение 21 лад может использоваться, разные для демонов, для влюбленных, для обезьян и так далее, то есть только как только звучит музыка, то все уже понимают, о ком идет речь. Каждый день практикуют не только определенные движения рук, ног, положение тела, но и вот эти, так сказать, умения сразу выходить на каждый звукоряд, так, да. Дукха ганхара, дукха плохой, ужасный, да, сукха хороший, дукха плохой. И вот она сейчас покажет движение голоса, она пропоет санскритское стихотворение. Сейчас злоба будет показано. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не хочу отелиmern, кто знаете, кто invited他們 был foarteUFF, Каковы? А это еще раз. Та любовь, которую верующий может принести своему возгубленному Богу. Намасте, Парвадиканда. Намасте, Бхакдавал Салат. Да, такое обожение Бога.